Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение третьей книги Царства. И сегодня мы будем читать 14 главу. В то время заболел Авия, сын Иерваамов, и сказал Иерваам жене своей, встань и переоденься, чтобы не узнали, что ты жена Иерваамова, и пойди в селом, там есть пророк Ахия. Он предсказал мне, что я буду царем всего народа, и возьми с собою для человека Божия десять хлебов и лепешек, и кувшин меду, и пойди к нему, он скажет тебе, что будет с отраком. Надо сказать, что в доме Иерваама Авия, отрак Авия, ребенок, оказался самым благочестивым человеком. Об этом мы поговорим попозже, в чем заключалось его благочестие. И он заболел, и Иерваам крайне взволнован, и он отправляет свою жену в селом, там, где были пророческие школы, к Ахии, который предсказал ему, Иервааму, что он станет царем, можно сказать, поставил его царем. Но он боится, что пророк Ахии пережил разочарование в нем, в Иервааме, потому что тот, став царем, не стал подражать Давиду, Соломону, а стал вводить языческие культы и поклонения. Поэтому жена Иерваама должна переодеться, тем более, что Ахии в это время был слепым. В еврейском народе с древних времен считается, что слепота дается духовному лицу за то, что он воспитал плохих учеников. Например, мы знаем, что Исаак был слепой, но у него был плохой воспитанник. У него были два сына, Исаав и Яков. Вот Якова он хорошо воспитал, а Исаава он воспитал плохо. Поэтому он был слепой. И вот в случае с Ахией, Ахия, пророк, был слепым, его глаза сделались неподвижными, ведь он воспитал Иерваама, человека, который разделил народ Божий, расколол народ Божий. Конечно, здесь вина была царя Иерваама, на мой взгляд, он больший раскольник, чем Иерваам, потому что он стал опираться на совет молодых людей. И это неудачное было решение, а совета старцев не слушался. Раскол — это всегда обоюдный процесс. И народ Божий разделился на Иудею и на Израиль. Иерваам посылает свою жену с подарками для человека Божий десять хлебов и лепешек, и кувшин меду. У него есть как бы желание подсластить старость этого человека. Жена Иерваама так и сделала, встала и пошла в селом и пришла в дом Ахии. Ахия уже не мог видеть, ибо глаза его сделались неподвижны от старости. Ну, не у всех людей в старости глаза неподвижны. Как мы уже определились, это было наказание за то, что он способствовал воцарению Иерваама и не воспитал этого человека. «И сказал Господь Ахии, вот идет жена Иерваама спросить тебя о сыне своем, ибо он болен, так и так, говори ей, она придет переодетая». Собственно говоря, пророк в понимании еврейского народа это человек, который видит. и одно из древнейших наименований это слово «хозе», которое означает «провидец», тот, кто видит не только физическими очами, но и духовными. Физические очи у Ахии, они ослабели совершенно, стали неподвижны за его грех, а вот духовные очи у него есть. Господь разговаривает с ним и подсказывает, что происходит вокруг. Ахия, услышав шорох от ног ее, когда она вошла в дверь, сказал «Войди, жена Ирваамова, для чего было тебе переодеваться? Я грозный посланник тебе, пойди и скажи Ирвааму», так говорит Господь Бог Израилев, «Я возвысил тебя из среды простого народа и поставил вождем народа моего Израиля и отторг царства от дома Давидова и дал его тебе, а ты не таков, как раб мой Давид, который соблюдал заповеди мои и который последовал мне всем сердцем своим, делая только угодное пред очами моими. ты поступал хуже всех, которые были прежде тебя и пошел и сделал себе иных богов и истуканов, чтобы раздражить меня, меня же отбросил назад». Имеется в виду, как бы отбросил за спину. А что может означать такое выражение, как не то, что он предал забвение, культ бога Авраама Исаака Иакова и стал стремиться к идолопоклонству. За это я наведу беды на дом Иерваамов и истреблю у Иерваама до мочащегося к стене. То есть даже ребенка, который мочится дома, заключенного и оставшегося в Израиле и вымету дом Иерваамов как выметают ссор дочиста. То есть где бы ни оказались потомки Иерваама там в темнице в другой какой-либо земле они будут уничтожены, Господь будет выметать их как ссор дочиста. Кто умрет у Иерваама в городе того съедят псы, а кто умрет на поле того склюют птицы небесные, так Господь сказал. Конечно, это страшная новость и Ахи действительно оказался грозным посланником к жене Иерваама и к самому Иервааму, как он сам сказал о себе. И он далее обращается к жене Иерваама встань и иди в дом твой и как скоро нога твоя ступит в город умрет дитя. Вот здесь мы видим, что речь идет о отроке Ави, который был ребенком, потому что если он просто был бы назван отроком, на еврейском языке отроком можно назвать ребенка и взрослого, который еще не создал свою семью. Но здесь прямо сказано умрет дитя. И оплачут его все израилетяне и похоронят его, ибо он один у Иерваама войдет в гробницу, так как в нем из дома Иерваамова нашлось нечто доброе пред Господом Богом Израилевым. Вот что же такое доброе нашлось в этом дитё, в этом отроке сыне Иерваама? Существует предание, что Иерваам настаивал на том, что все израильтяне должны ходить поклоняться только вот этим двум тельцам, которых он велел отлить и поставить для поклонения. И чтобы люди не ходили по закону Моисееву тогда три раза в год мужчины должны были ходить в Иерусалим, он ставил стражу на перепутье дорог, которые следили, чтобы никто паломникам не пошел бы в святой город. Так вот этот отрок прибегал к этим охранникам, к этой страже и разгонял их, и давал им другие поручения. Идите туда-то, идите туда-то, царь вас посылает в другое место. И он проводил вот этих паломников, которые не хотели поклоняться тельцам, чтобы впасть в грех иерваамов, ведь иерваам еще использовал и духовенство неправильное, как мы сейчас сказали, не каноническое духовенство. Он ставил всех желающих, а по закону Божию можно было ставить только из колена Левина. И в этом была заслуга этого отрока. Ну, сколько ему было там 10 лет, 9 лет, мы не знаем. Но вот есть такое предание, а в Библии сказано, нашлось нечто доброе перед Господом, Богом Израилевым, в этом дитя. Некоторые сомневаются как бы в религиозной жизни детей, они считают, что дети как бы вот так вот тупо подражают взрослым. На самом деле это далеко не так, и среди святых есть дети, а первыми страдальцами за Христа вообще стали младенцы, вифлеемские младенцы. И мы знаем, что были пророки, которых Господь осветил до их рождения, еще в отчеи матери. Это пророк Иеремии, насколько я помню, и это, конечно, Иоанн Креститель, который был исполнен Духу Святого. И в отчреве матери возрадовался, когда в дом Елизабеты пришла Дева Мария, уже беременной Христом. И далее, и восставит себе Господь над Израилем царя, который истребит дом Ирвамов в тот день, и что даже теперь, то есть говорится о каком-то дне, и в то же время даже теперь, то есть в ближайшем будущем это произойдет. И поразит Господь Израиля, и будет он как тростник, колеблемый в воде, и извергнет израилетян из этой доброй земли, которую дал отца их, и развеет их за реку за то, что они сделали себе идолов, раздражая Господа. То есть наказание за идолопоклонство Господь делает так, иногда дословно по-еврейски получается как бы земля сбросит вас, земля сбросит вас в себя. И предаст Господь Израиля за грехи Иерваама, которые он сам сделал и которыми вел в грех Израиля. Грех Иерваама это идолопоклонство, это альтернативное Иерусалимскому храму место поклонения, это альтернативное незаконное священство. Не из колена Левина, а всяких там самосвятов, самозванцев ставили на служение. В христианской церкви у нас священство не по закону Левия, а по чину Мельхоседека. По чину Мельхоседека, то есть как бы родословное не имеет значения. Господь сам выбирает. А тогда все было очень строго, только из колена Левина. И стала жена Иерваамова и пошла и пришла в Фирцу может только представить, как ей тяжело было идти. Она понимала, как только она переступит порог дома, дитя умрет. И лишь только переступила через порог дома, дитя умерло. И похоронили его, и оплакали его все израильтяне по слову Господа, который он изрек через раба своего Ахию пророка. Таким образом, этому отруку ребенку воздали честь, потому что, будучи сыном нечестивца, он почитал святилище в Иерусалиме, Иерусалимский храм, и способствовал тому, чтобы из земли Израиля паломники туда проходили. Такое вот есть древнее предание. Прочие дела Иерваама, как он воевал и как царствовал, описаны в летописи царей израильских. Летописи царей израильских – это две книги Парлипоминон, которые есть в нашей христианской Библии. Времени царствования Иерваамова было 22 года, и почил он с отцами своими, и воцарился на ват сын его вместо него. Почил с отцами своими, мы, в общем-то, знаем его происхождение, это не означает, что он оказался рядом с праведными на том свете, то есть он попал в то же место, где были его нечестивые предки. Иерваам, сын Соломонов, который расколол народ Божий, послушавшись младых людей, отвергнув совет старцев, царствовал в Иудее. 41 год было Иервааму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который избрал Господь из всех колен Израилевых, чтобы пребывало там имя его, то есть Господа, имя матери его, то есть Рваама, Наама, Аманитянка. Аманитяне это считались нечестивые народы, но мы знаем, что Соломон, он брал жен без разбора, в том числе и тех, которые было запрещено брать. И далее мы читаем, «И делал Июда неугодные пред очами Господа, и раздражили его более всего того, что сделали отцы своими грехами, какими они грешили, и устроили они у себя высоты, статуи, капища на всяком высоком холме под всяким деревом ветвистым». то есть здесь говорится о Июде как о народе, о колене, они вели себя плохо, они делали неугодное и делал Июда, то есть это колено, неугодное пред очами Господа, и раздражали его более всего того, то есть они устроили всякие высоты, статуи, капища, и блудники были также в этой земле и делали все мерзости тех народов, которых Господь прогнал от лица сынов Израилевых. На самом деле в оригинале стоит слово блудник, не блудники, были также в этой земле, а блудник был также в этой земле. И хотя иногда переводят во множественном числе блудники, блудницы или торгум Иенофана переводят как блудница, на самом деле блудник имеется в виду, что на всю эту местность на целый вот этот народ, на это колено был один гомосексуалист. Один гомосексуалист. Если сейчас в Израиле в Тель-Авиве и даже в Иерусалиме там проводят гей-парады, то тогда это было что-то невероятное. И блудник был также в этой земле и об этом сообщается как о чем-то из ряда вон выходящем. Это как будто там двухголовый человек появился или там трехголовый. То есть тогда это вот в эти времена это было что-то странное. Хотя в предыдущих книгах говорится о подобном но во времена царей Давида Соломона страна была очищена от таких а тут опять говорится что блудник там был какой-то. И делали все мерзости тех народов которых Господь прогнал от лица сынов Израилева. Как раз с грехом гомосексуализм связывает понятие мерзости мерзости народов потому что народы Ханаана они занимались так называемой священной проституцией когда и девы и юноши добровольно становились храмовыми проститутками в капищах а те деньги которые они получали за свои услуги они жертвовали на храм и это считалось достойное занятие и подобно вот этим окружающим народам так стали поступать в колени и июды на пятом году царствования Рваамова с усаким царь египетский вышел против Иерусалима вот когда Господь посылает врагов со всех сторон стране надо посмотреть на себя почему Господь так делает что как бы петля ненависти она сжимается вокруг нас такая петля нетерпимого отношения это всегда за какие-то внутренние провинности и взял сокровище дома Господня вы видите вот этот царь египетский вышел против Иерусалима и взял сокровище дома Господня то есть осквернил храм и сокровище дома царского и золотые вещи которые взял Давид от рабов от Розара царя Сувского и внес в Иерусалим то есть Давид это вносил золото в Иерусалим а вот египтяне теперь это забирают все взял этот фараон взял и все золотые щиты которые сделал Соломон и сделал царь Раваам вместо них медные щиты и отдал их на руки начальникам телохранителей которые охраняли вход в дом царя то есть здесь мы наблюдаем как бы начало заката еврейского царства в целом они не только разделились они и теперь теряют все сокровища которые собирали благочестивые цари в евангелии сказано если царство разделится само в себе оно не устоит это неизбежно и сделал царь Раваам вместо них медные щиты то есть вместо золотых медные вот настолько упал как бы уровень их благополучия а все связано с их какими-то нераскаянными грехами и отдал их на руки начальникам телохранителей которые охраняли вход в дом царя ну что такое медь по сравнению с золотом когда царь выходил в дом господен имеется ввиду когда царь выходил из своего дома в дом господен телохранители несли их и потом опять относили их в палату телохранителей почему именно медные если медь ее натереть как следует отшлифовать она какое-то время блестит как золото и если сравнить например как люди жили в российской империи как вот они живут сейчас какой статус государства был от российской империи и то что потом это как вот золотые щиты и медные правда там надраенные чтобы блестели но это уже была такая показуха и телохранители понимали что это делается ради того чтобы хотя бы внешне как-то выглядеть прилично царю Равааму когда он выходил из своего царского дома тоже разграбленного в дом Божий который был тоже разграблен прочее о Равааме и обо всем что он делал описано в летописи царей иудейских иудейских то есть в книге Паралепименон между Раваамом и Ирваамом была война во все дни жизни их и почил Раваам с отцами своими и погребен с отцами своими в городе Давидовом имя матери его Наама аммонитянка и воцарился Авия сын его вместо него если Ирваам почил со своими отцами то Раваам почил со своими отцами а его отцы были пророками его отец родной был пророком который пережил покаяние хотя он уклонялся в отдел поклонства царь Соломон а его дед был пророк возлюбленный Господом по сердцу Господа поэтому мы можем предположить что Раваам который приложился к отцам он совершил то что по-еврейски называется тешува то есть покаяние и раскаялся во всем том неправильном что он делал на протяжении жизни особенно то что он не сопротивлялся активно и дал поклонству а самое главное послужил своим неразумием ведь в сорок с чем-то лет стал царем послушался каких-то там совсем молодых людей и произошел раскол народа божия некогда единстве единого царства Израилева неудача это то Продолжение следует...